итак всем доброе утро шалом друзья всем привет кто там уже сразу с нами вот это как раз проводил две недели уроки мы все подтянулись в перте вот я так понимаю вот сейчас он думает вечером если вы хотите чтобы он вечером поставил свои уроки я вот ему говорю что нужно продолжать перте вот где-то часов 6 пол седьмого вот полчаса до это будет очень классная идея вот он сейчас думает если вы поддерживаете то напишите в комментариях что вы поддерживаете кто хочет кстати ходить в пол шестого в пол седьмого до где-то или неудобно после пока он не за но если вам вечером удобно было бы еще полчаса послушать перте вот это она то вообще было бы отлично напишите в комментариях и тогда это окажет влияние на его решение потому что он думает сейчас проводить не проводить все а так классно с утра мишли получили потом перте вот вечером и идеально хорошо друзья все одесса с вами с нами светлана шумова александр санин бодертов все а мы продолжаем изучать великую мудрость царя соломона мудрейшего из людей человека который вообще можно сказать изменил историю вот все это все хотят вечером твои уроки так что давайте давайте по надо тогда помолиться чтобы его жена отпустила и тогда это сам сейчас мы все помолимся уже тогда у тебя выхода не будет если бог решил решить чтобы у тебя были уроди значит они будут все а если нет то нет хорошо все мы продолжаем изучать двадцатую главу двадцатую главу и мы остановились на шестой отрывок мы закончили что отрывок был что много людей которые называются людьми милосердия которые обещают но мало которые выполняют значит к сожалению мало тех которые выполняют привет из нью-йорка или находим все теперь седьмой отрывок мы сегодня двадцатая глава седьмой отрывок звучит так металлык бы туму цадик ашрибана вахараф ходит написано в непорочности своей цадик праведник ходит он непорочности своей и счастливы сыновья после него здесь интересная такая вещь кто такой цадик который ходит в непорочности своей перед богом как мы знаем цадик это тот который преодолел свое дурное начало и он выполняет все что бог сказал делать то есть он это называется цадик быть умой это там это такая в простоте здесь есть есть садик 2 но как бы двух уровней до есть саде который выполняет все что бог сказал делать он все делает и он реальный царик но есть еще намерение если у царика есть намерение немного как бы он радуется тому что он это делает может ему приятно чтобы благодарят немного может быть у него есть все таки понимание что бог ему там заплатит вдвойне потому что он цадик и ну именно он ждет этого то есть у него если примешивается чуть-чуть вот этого вот внутреннего как сказать то есть он цадик он все делает и даже неплохо делать знаю что есть от бога за это награда но есть цадик более высокой категории который ходит вот в полностью в непорочности да это значит что он делает все во имя небес то есть у него даже вообще нету мысли что награда не награда он просто вот так правильно служит богу именно во имя небес так тогда что получается тот который служит и он знает что мы есть награда он получает здесь награду ему намного приятнее а тот который ходит непорочность и вообще ему награда не нужна вся награда остается кому? Сыновьям после него. То есть копится всегда. То есть накапливается вот этот вот его депозит добрых дел, награда. Он говорит, а мне ничего не надо. Вообще ничего не надо. И тогда это идет на поколение после него, на его сыновей. Вот такая вот простая арифметика, которая здесь об этом сказана. Очень интересно. И многое объясняет. Объясняет она иногда, что человек ему невероятно везет. Вообще по жизни везет. Я слышал один помощник религиозного, одного миллиардера нерелигиозного. И он когда я с ним разговаривал, спрашивал, ну как ты думаешь, а почему ему так везет? Он говорит, а кто его знает? Может у него там дедушка какой-нибудь, который просто был такой цадик. И он ему просто оставил вот эту вот... Он как бы обналичивает сейчас заслугие дедушки какого-нибудь или папы. Ну папа вряд ли, потому что папа уже жил при коммунистах, а дедушка еще жил в то время, когда когда еще все евреи почти соблюдали. Может он был какой-то ну невероятный цадик, и ему передал вот этот вот потенциал пюре этой, да? Хорошо. Теперь восьмой отрывок. Восьмой отрывок звучит так. Мелак Юше Вальтесе Дин Мизаре Бейнаф Коль Ра. Значит царь, царь сидит он, когда на троне суда, ну имеется ввиду царь это бог, значит Мизаре он как бы рассеивает Бейнаф своим взглядом, своими глазами Коль Ра, все зло. Значит что имеется ввиду? Имеется ввиду, что когда бог, то есть человек, он не может залезть в голову другому человеку. И даже человек иногда себе вовнутрь, он не может залезть, то есть точно отследить свои намерения, человеку тоже тяжело. То есть у него есть, у него есть внутренние какие-то побуждающие мотивы, но иногда сам человек их не осознает. Он как бы делает какое-то действие, ну делаю и делаю, так на автомате. Но если бы он глубоко копнул, он бы нашел бы в сердце у себя намерение как, знаете, есть известная история, как сидит, сидит отец возле компьютера, и он ну знаете, как вечером возле компьютера с телефоном, со смартфоном, что-то он все время делает, типа работает. Подходит к нему сын маленький и говорит, папа, папа, пойдем в цирк. Он говорит, усинок, нет, я занят, занят, не мешай, подожди, тут такая ситуация, в общем, надо, что-то он опять в телефоне. Сын такой ушел уже прямо в соседнюю комнату и сестре говорит, эх, жалко, там тетя голая на слоне ездит. Тот такой сидит, сидит и говорит, знаешь, что, сынок, пойдем в цирк. Давно я что-то слонов не видел. Иногда, то есть вот этот внутренний мотив человека, он как бы даже сам он не может себе отдать отчета, почему он принимает те или иные решения. Но Бог-то знает все. Поэтому, когда Бог садится на трон суда, то есть когда он судит людей, это бывает, это бывает, например, ну, понятно, в Рошашина это бывает, обязательно он судит весь мир. Но бывают периоды, когда Бог начинает судить. И в этот момент, в этот момент, он как бы, он своим взглядом, условно взгляд, то есть Бог, он как бы просвечивает просвечивает как рентгеном полностью всю суть человека от конечного действия, от поступка до намерения. И он своим светом этим, он рассеивает все зло. Что имеется в виду? Зло наказано всегда. И даже если это была примесь зла, небольшая примесь зла, оно тоже нуждается в том, чтобы его каким-то образом, то есть этот мир, он очень справедливый. Бог с одной стороны справедлив, с другой милосерден. Где его проявляется милосердие? Что он ждет? Он не часто судит, слава Богу. То есть Бог большую часть времени, он находится в режиме ожидания, что люди исправят свои действия. И написано так, что если пришли какие-то страдания на человека, то есть уже пошла раздача, написано, что человек должен что сделать? Ифашвешбамаса. Проверить свои дела. Значит, он должен проверить свои дела. И там есть, я вот не помню, как звучит эта фраза. Ифашвешбамаса. Если он не нашел это в другом месте, не нашел, значит, он мало учил Торы. Но там есть, в одном месте написано имашмеш бамаса, в другом ифашвеш. В одном написано, он их пощупает, а в другом там еще более тонко прощупает. Так что имеется в виду? Иногда бывает, что само действие, он пощупал, оно правильное. А нужно глубже пощупать. Какое у тебя было намерение, когда ты делал это действие? То есть именно вот это внутреннее намерение. И иногда бывает, что когда Бог начинает судить, он проверяет сразу все. И бывает тогда праведник, которому хорошо и праведник, которому плохо. Бывает, что даже праведник, у него была какая-то внутри в намерении какая-то, ну, какая-то нытия небольшая, да? Ради славы он что-то делал, ради благодарности, ради того, чтобы там себе просто понравится, да? То есть он, вот я крутой царик, да? Вот я сейчас там встал в 5 утра вообще. Хорошо. Теперь дальше. Дальше в 9 отрывок. И он тогда нам говорит, царь Соломон, ми йомар, кто скажет, кто скажет кто скажет, что чисто у меня, кто может сказать, что очистил сердце свое и чист я полностью от греха? Он говорит, кто может такое сказать? То есть это полностью проконтролировать, чтобы у тебя в сердце не осталось даже малейшей примеси вот этого эгоизма, желания там славы, почета, то, что прям прошивка у человека от природы. Никто не может этого сказать. Царь Соломон, он нам говорил в Каэлите, он говорит в Экклезиасте, нету, говорит, царика, который бы не грешил. И он даже советовал, ну, советовал неважно, он говорил, нет царика, который бы не грешил. Что он имеет в виду? Если царик, так это он делает все правильно. А как царик может согрешить? Только в намерении. Чуть-чуть у него может быть внутри в намерении где-то какая-то нюанс, там он, например, разгневался или еще что-то. То есть уже, ну, по действию он не сделал ничего плохого вообще. Царик, то есть царик, это как бы судится по действиям. Но если Бог заглядывает вовнутрь, то он заглядывает и в намерение тоже. Поэтому он говорит, никто не может сказать, что я не согрешил. Не, он задает такой вопрос, кто может сказать, кто может сказать, что я очистил свое сердце и полностью очистился от своих грехов? Кто может такое сказать, спрашивает царь Соломон. И тут он нам дает, как раз он дает нам вот это вот прямо направление, где обычно происходит грех. Где обычно происходит грех. Вот смотрите. Непонятно, без вот этого объяснения непонятно вообще, что имеется в виду в отрывке. «Камень и камень, мера и мера, тоават ашем гамшнея». Мерзость для Бога оба. Вообще непонятно. Скажи, «Камень и камень, мера и мера, мерзость для Бога оба». Что имеется в виду? Имеется в виду, что человек, когда он воспринимает и взаимодействует с реальностью, он все время воспринимает ее через призму своих объяснений и интерпретаций. То есть, он не воспринимает мир, как он есть, реальный мир, а он воспринимает мир через свое объяснение того, что он видит. И дальше он, когда он хочет выразить какую-то свою глубинную идею, он тоже пользуется словами. Теперь, например, говорил Шамай, что пусть будет Торатеха Кева, пусть будет твоя Тора постоянной. Что имеется в виду? Он говорит, что очень важно, чтобы у тебя не было вот этой вот двойной меры в суждениях. Это одно из объяснений. Есть постоянно, что ты учи в одно и то же время, но есть объяснение, пусть будет твоя Тора постоянной. Теперь, как обычно человек действует? Он сегодня, например, недавно было прям буквально день день-два назад, сейчас. В общем, человек, обычный человек, он, когда он описывает одну и ту же вещь, он может ее описать сегодня так, завтра так. Когда он судит себя, он может себя сказать, да не, ну слушай, ну вставать утром это вообще очень тяжело. А потом, когда кто-то опаздывает, он говорит, что он утром-то не встал, это же легко. То есть, человек все время, когда он высказывает и описывает. И когда он... Вот Самсон Давид, он сейчас как раз дал хороший привет. Сильно люблю, он говорит, только одну девушку. Но это уже вот это вот, это уже неправда. Потому что только одну девушку люблю, и папу любишь, наверное, и маму любишь, и девушек раньше других любил, и дальше полюбишь, да. Это такое дело. Если на я не женюсь, не хочу вообще жениться. В данный момент это так. Но я уверен, Самсон Давид, я думаю, что все мужчины и женщины, которые сейчас здесь уже, ну, которые уже с опытом, они подтвердят, что вот так думаешь, что ни на ком больше не женишься, или там люди обещают, когда все, только навсегда, навечно, а потом разводятся, потом опять женятся, обещают опять всегда навечно, и опять разводятся. И вся вот эта вот фраза, любая фраза, которая описывает, описывает реальность, она уже является нереальностью. Поэтому, поэтому говорится о том, что, кстати, вот это в Пертьевод, в первой главе, об этом сказал Шимон, сын Рабан Гамлеэля. Он говорит, «Коль, я май гадаль тебе на хахамим. Всю свою жизнь я рос между мудрецов. Выло мацателя гуфтов миштяка, и ничего не нашел лучше для тела, чем, чем, что, чем молчание. Вело амидраш уаикар, и не высказывание, да, это основа, а что действие. Веколем арбебе дворим. Каждый, кто умножает в словах, мевихет, приводит к греху». То есть любое умножение в словах, оно обязательно приводит вот к тому, что написано здесь, мерзость для Бога, которой Бог это истина, то любое отклонение от истины, оно для Бога становится как бы мерз... Это неправда уже, да. Так теперь любой человек, даже цадик, даже, ну, кто бы он ни был, когда он уже высказывает что-то, он уже исказил. Есть, я помню, известная история, я когда-то спросил у Равыцка Казильбера за царь, по-моему, или у него, или у Рав Минсона. Вот видите, я даже сейчас не помню. Спросил, кто такие, когда часто упоминаются там в книгах Аншей Аймед, люди истины. Кто это такие, люди истины? Аншей Аймед говорят, люди истины. И он привел пример, что вот он знал еще тех людей истины, которые были, которые каждое слово свое, они обдумывали. И он привел такой пример, что вот человек заходит с улицы, он прям мокрый от дождя. Его спрашивают, что дождь на улице? А он такой остановился и говорит, когда я был там на улице, шел дождь. То есть он даже вот это высказывание, он не говорит, что сейчас дождь на улице. Он сейчас не на улице, он не знает, есть там дождь, нет дождя. Он говорит, когда я был там, был дождь. Сейчас я не знаю. Понятно. То есть Мошер Абену, сам Мошер Абену, вообще велите, это начало Талмуда. Он говорил, Научи свой язык говорить. Что? Я не знаю. Потому что там было, что в полночь, ну и так далее. То есть он точно... Эх, запись идет, почему-то прервалась связь. Может у меня на этом самом... Ну хорошо. Запись идет, написано идет запись, да. Сейчас, секундочку. Так. И отлично. Сейчас опять соединиться с Фейсбуком, я надеюсь. И идет у тебя, да, интернет? Ну, у меня нет. Чего же у меня не работает? Запись опять написана. Запись. Эх, так жалко. А может быть он показывает им запись? А вам идет или нет? Сейчас посмотрю. Посмотрите, пожалуйста. О, лайв. Пошел лайв. Подключение доступно. Пошел лайв. Итак, это просто был перерыв небольшой, потому что не было интернета. Но сейчас он опять восстановился. И мы продолжаем, да. То есть, что отсюда мы видим? Что любое высказанное мероприятие, оно... Любая высказанная речь, она не соответствует уже реальности. И бывает расхождение очень маленькое, когда человек хочет говорить правду. Но даже когда он хочет говорить правду, то все равно то, что он сказал, уже правдой не является. Понятно, да, идея? Это является только описанием какой-то... Если он хотя бы реальность описывает, это хорошо. Если он какую-то идею высказывает, то любая идея, это просто высказанная идея, это некое отражение какой-то глубинной составляющей, которое он сейчас так отразил, потом так отразил, потом по-другому. Все время есть расхождение. Понятно. Теперь, следующий отрывок 11, он глубже эту мысль, царь Соломонов глубже эту мысль углубляет. И он говорит, гамбы маалалав итнакер наар, имзах в имя шар паало, или чистое, или прямое его действие. Значит, вот это слово бма по поступкам, да, переводят поступки. Значит, смотрите, маалалав, вот эти вот поступки, объясняет Малбим, есть поступки человека, которые проистекают из его качеств. Есть поступки человека, которые проистекают не из его качеств, а для достижения какой-то цели. Сейчас вот мы разберемся, что имеется в виду. И написано, что по тем поступкам, которые проистекают из качеств человека, узнается подросток, когда он еще подросток, или чистое, или прямое его действие. Непонятно. Теперь как объясняют это? Вот смотрите. Один и тот же поступок, он может проистекать, опять же, из совершенно разного намерения, из совершенно разного корня. Например, было два сына у Якова, Шимон и Леви. И оба они пошли за свою сестру, вступились и вырезали город Шхем. Но Леви шел, у него были чисто намерения, он шел вершить суд праведный по заповедям, у него не было личного никакого, как бы, в этом удовольствия. Шимон, у него было замешано в это еще его гнев за сестру, то есть у него было его личное замешано, да. Их по-разному абсолютно, Яков им дал разные благословения, по-разному он их, ну, один и тот же поступок, но он в истории отразился, что колено Леви это священники в храме. Колено Шимона, у них было, они между другими коленами сидели, то есть у них был гнев менее праведный, чем гнев был у колена Леви. Одно и то же действие, но проистекало оно из разного качества внутреннего. Да. Мошер Абейну, Мошер Абейну тоже приводится как пример. Он убил египтянина. Он, казалось бы, убил египтянина, но он мог его убить, потому что он разгневался, потому что он хотел отомстить, или он его убил из милосердия, из сострадания, то есть не было у него его личного. То есть Тора всегда, вот в нюансе она Мошер объяснила, что он страдал за страдания своего народа, он не был гордец, который воспитывался в доме у царя. То есть очень важно, из какого качества действует человек. То есть первично это качество характера. Или он действует из доброты, милосердия, или он действует из гнева и эгоизма. То есть действие, оно является внешним отражением внутренней работы. И значит по качествам человека видно потом или прямые и чистые его действия. То есть это опять же идет продолжение вот этого вот развивается мысль о внутреннем намерении и о внешнем действии. Понятно? Теперь и последнее здесь у нас сегодня то, что мы сейчас изучим, это отрывок идет у нас получается 12 отрывок. Ухо слышит, глаз видит, Бог сделал оба. Казалось бы, ну какая вообще в этом есть мудрость. Но понятное дело, ухо слышит, глаз видит, Бог сделал оба. Какая здесь, вот если взять в отдельности этот отрывок, какая здесь есть там, что мы из этого можем учить. Но если мы возьмем и продолжим эту же линию, да, которую царь Шламо, он продвигает во всех предыдущих отрывках, появляется такая интересная вещь. Значит, вот как человек воспринимает реальность. Он ее воспринимает вроде бы вначале на глаз. То есть глаза более, ну больше канал как бы восприятия мира. То есть человек смотрит, он видит, он больше реагирует на то, что он видит. То есть более важно. Почему здесь на первом месте ухо слышит, а глаз видит? Потому что если человек вначале не услышит объяснение того, что он видит, он вообще понять ничего не может. То есть если человек, он не имеет объяснения названий, как работает мир, если у него нет словесных определений, которые он получил от кого-то, то видимая картинка, она для него просто поток, поток бессвязный вообще совершенно, видеосигнал. И он не понимает, что это. То есть вначале для того, чтобы воспринимать мир, человек должен услышать и понять объяснение, что есть что, дать название каждому предмета. То есть как Адам решен первый человек, и он, Бог проводил как бы все живое, всех животных, он давал каждому название, определение. Также человек, он вначале, когда он маленький ребенок, ему объясняют, как работает мир. Ему говорят, этот мир, он полон возможностей, одному говорят, он полон возможностей, ты талант, у тебя все, все дороги открыты, ты там божественная душа, ты там и так далее. Ему объясняют, как Павло Пикассо, мама объясняла, ты там великий человек, с детства она ему говорила. Если ты пойдешь в армию, ты станешь круче, чем Наполеон. Если ты пойдешь в религию, ты станешь круче, чем римский папа. А он пошел в искусство, и он стал великим Пабло Пикассо, но он себя великим считал еще до того, как он куда-то пошел. То есть каждый человек живет не в мире реальности, каждый человек живет в мире объяснений, которых получил от кого-то. Поэтому написано, ухо вначале слышит, а потом глаз видит. И обоих сделал Бог, а раз он их сделал, так надо же это и подчинить Богу. То есть он хозяин и глаз, и ушей, и мира. Но человек обычно, он подчиняет мир тем объяснениям, которые в него вошли со стороны вообще непонятно от кого, кто придумал те объяснения, в которых живет человек. Поэтому Птора нам очень жестко запрещает слушать Лошонара. Не только говорить злоязычие, но и слышать. Почему? Вот, например, идет какой-то человек, мы не знаем кто он. Но если нам кто-то объяснит вначале, что он злодей, маньяк, убийца и так далее, то человек будет на него смотреть сквозь призму вот этих вот объяснений. И он уже не увидит реальность. Уже вот это вот Лошонара, злоязычие, даже если ты это не веришь, но оно в голову вошло, и оно будет уже программировать твое восприятие человека. И наоборот, там, если кто-то, например, вот идет какой-то человек, все говорят, о, это какой-то известный человек, он там великий, он этот самый, как есть известная история, как люди вдруг пошел слух про одного, что он великий, праведник, чудотворец. И, значит, люди про него это говорят, и начинают к нему ходить за вопросы задавать и благословения получать. Он отказывается, говорит, не идите ко мне вообще, я не праведник, я не чудотворец, все, не надо ко мне подходить, все. Пошел слух, он еще и великий праведник, он такой скромный, он вообще скрывается, он скрытый праведник, еще больше толпа за ним пошла. И он все, что не сказал, потому что, когда люди во что-то верят все вместе, оно начинает работать. Не то, когда человек во что-то верит, но и люди, когда верят, тем более оно начинает работать. Значит, он от всего этого отказывается, он говорит, вообще не надо меня, я не праведник. Пошел слух про него вообще, что он вообще уникальный. Он встречает друга своего, говорит, слушай, говорит, я, говорит, не знаю, что делать, потому что, ну, я реально не праведник, я реально не чудотворец. Они мне задают все время вопросы, что делать Что мне делать Тот говорит, ты знаешь, я тебе советую Выйди в синагоге В субботу перед всеми Скажи, я не праведник, я не чудотворец Ко мне не приходите Он говорит, классный совет Вышел в синагоге Уважаемые люди, пожалуйста Не приходите ко мне Я не праведник, я не чудотворец Все такие Вот это он скромный Вот это он скрытный В общем, про него слух еще больше пошел Он этого друга встречает, говорит ему Слушай, говорит, ты что мне насоветовал Я теперь вообще ко мне ездят Со всех городов Он говорит, а давай наоборот сделаем Тот, кто гонится за славой, слава от него убегает Так ты наоборот Выйди тогда и всем объяви Что я самый крутой, значит чудотворец Духовный лидер современности Я сейчас там всех буду благослуживаться Начни наоборот хвастаться Он говорит, слушай, ну интересно было бы твой совет, конечно, проверить Но, говорит, я же не вру, я врата не могу Я бы не праведник, не чудотворец Но это же чистая ложь Так обманывать я тоже не могу То я хоть правду говорил В общем, так он и остался чудотворцем Все Поэтому Ухо слышит, глаз видит И Бог сделал оба этих составляющих Очень важно заполнять свое ухо И заполнять свое знание Очень информацией, которая создает для вас новые возможности Новый мир И все подчинить, конечно, надо Богу Потому что очень глупо отдавать свою жизнь на веру людям То есть придумал какой-нибудь Карл Маркс какую-то хрень Или придумал какой-нибудь там Пьер Декубертен какую-то хрень Там эти олимпиады Или придумал какой-нибудь там Ладерфельд, моду какую-нибудь Да То есть очень обидно отдать свою жизнь Под управление людям Которые сами по себе были просто Ну такие полусумасшедшие Поэтому если уже Как бы подчинять свое мышление чему-то То естественно лучше Богу И лучше идеи Что есть вечная жизнь И вообще есть Ну как бы есть много света, добра, любви и счастья Поэтому Значит Сделайте, пожалуйста, три вывода Из того, что я вам Сегодня Из того, что мы изучили Три вывода давайте каждый сделает для себя Три главных идеи Чтобы эти выводы Из того, что мы учили Потом вели нас по жизни И главное же Это не выводы А что главное Это действия Поэтому сразу начните действовать Исходя из этих выводов И чтобы действия эти были Они направлены На что? На служение Богу Все, друзья Удачи, успехов Хорошего дня И все Значит Поделитесь видео Поставьте лайк обязательно А то и там говорит Слушай, мои уроки больше смотрят И больше лайков Значит Говорит Я буду утром проводить А ты вечером Я думаю Ну может действительно так Давайте Напишите, во-первых, Этану Чтобы он вечером проводил Это раз А я утром буду продолжать И второе Поставьте лайк Что мои уроки тоже хорошие Все Удачи Успехов Пока Пока